МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Новое оборудование для борьбы с COVID-19. В Ненецкой окружной больнице уже скоро заработает новая кислородная станция. Сейчас идут монтажные работы. Эксперты из России, Канады и Финляндии обсудили за круглым столом реализацию международного проекта «Дети Арктики». Мероприятие прошло в рамках председательства России в Арктическом совете. Площадки для выгула собак должны появиться в 12 поселениях округа. Примут ли нововведения жители сел, где собаки гуляют сами по себе? За прошедшие сутки в Ненецком округе выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19. В настоящее время лечение от коронавирусной инфекции получают 225 жителей региона. По данным федерального портала stopcoronavirus.rf, на 22 октября в регионе зарегистрировано 58 летальных исходов от коронавируса. У большинства заболевших диагноз COVID-19 подтвержден результатами ПСР лаборатории уровня референс – 218 случаев. Еще у 7 пациентов коронавирус был подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В условиях стационара лечения получают 57 человек. 168 пациентов лечатся обулаторно на дому. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит более 1180 человек, близко контактировавших с заболевшими. Все они находятся на самоизоляции. Также на карантине по-прежнему находятся три населенных пункта – Нижняя Пеша, Верхняя Пеша и Великовисочная. По состоянию на 21 октября в Нижней Пеше под наблюдением медиков находилось 19 человек. Шесть из них вновь выявлены. В Верхней Пеше – 18 пациентов. Четверо из них вновь выявлены. В Великовисочном под наблюдением медработника находятся 18 человек с коронавирусом. Еще один заболевший с Великовисочного рейсом санитарной авиации в тяжелом состоянии был доставлен в Ненецкую окружную больницу. А вот в деревне Лабышская карантин сняли 21 октября. Здесь более двух недель не регистрировались новые случаи заболевания коронавирусом. Напомним, карантин в Лабышском был введен 28 сентября на фоне вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей поселения. Сейчас ситуация в деревне стабилизировалась. В Лабышском возобновлено свободное передвижение, в том числе въезд и выезд из поселения. Напомним, на все территории региона действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте. 19 октября главным санитарным врачом Ненецкого автономного округа подписано постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. Ознакомиться с постановлением можно на официальном портале регионального управления Роспотребнадзора. С 25 октября посещать общественные места можно будет только по QR-коду полностью вакцинированным или переболевшим. Справки по медотводу не принимаются. На несовершеннолетних детей новые правила посещения общественных мест не распространяются. Следует отметить, что торговые точки, магазины в перечень ограниченного посещения не входят. Новое оборудование для борьбы с COVID-19. В Ненецкой окружной больнице уже скоро заработает новая кислородная станция. Сейчас идут монтажные работы. Также автопарк отделения скорой помощи пополнился новым автомобилем, обеспечивающим кислородную поддержку. В первую очередь глава региона осмотрел одну из палатковидного отделения, где уже смонтирован канал подачи кислорода от станции до койки пациента. Обустройство каналов подачи кислорода в каждую палату имеет определенные сложности. Есть ряд требований для установки, которые нужно учесть в мероприятиях по обеспечению бесперебойной подачи кислорода каждому пациенту. Есть сложная работа технически. Пайка, обработка, чтобы избежать утечи. На сегодняшний день основные работы по монтажу кислородной трассы завершены. Остались последние штрихи и поставка оборудования, которое вырабатывает кислород. Трасса уже проведена по всем этажам. Заканчивается монтаж. На днях начинается пайка, установка консолей, клапанов. Самое основное уже проведено. Новый способ подачи кислорода пациенту будет иметь преимущество перед существующей сегодня системой. В настоящий момент здесь есть, конечно, кислород, но здесь рампа. То есть мы заряжаем баллоны. У нас тут курсирует машина по больничному городку. Ну, то есть все это не просто так, очень тяжело. Баллоны надо заведить, привезти, подключить к рамке, открыть кислород, забрать пустые, поехать, поставить, зарядить. И вот так вот, 24 на 7. Установка нового оборудования в ковидном отделении чрезвычайно важна для более эффективного и качественного лечения больных. У нас большое количество заболевших коронавирусом. Все они нуждаются сегодня в кислородной поддержке. И мы видим, что то количество кислорода, которое вырабатывает наша кислородная станция, оно, ну, конечно, недостаточно. Оно недостаточно, а все больные коронавирусом, особенно тяжелые, они нуждаются в этой кислородной поддержке. И нам кислород сегодня необходим, простите, как воздух, для того, чтобы вытащить этих тяжелых больных. Именно поэтому мы приобретаем эту кислородную станцию. Уже к концу ноября в ковидном отделении Нинецкая окружная больница будут готовы и смонтированы 135 точек подачи кислорода больным. Пока станция приедет, пока подключат, все смонтируют, пока работают на нашей станции, плюс концентраторы, которые есть, то пока мы выходим из ситуации, но нам сейчас самое главное держать инфекционный процесс, чтобы больные не перерастали, чтобы нам не попасть в ситуацию, когда не хватит чего-то. Также глава региона во время рабочей поездки в больницу вручил учреждению новый автомобиль скорой помощи. Он сделан в арктическом исполнении, полный привод и автономный обогрев салона. Автомобиль также оснащен кислородным баллоном и оборудованием для оперативной неотложной помощи пациенту. Сегодня такая техника нужна, как никогда. Василий Хатанзельский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В Наринмаре за круглым столом обсудили реализацию международного проекта «Дети Арктики». Мероприятие прошло в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Участие в мероприятии приняли федеральные эксперты, а также гости из Финляндии и Канады. Поднение с киемотива начался в Наринмаре круглый стол Арктического совета. Международная организация была учреждена в 1996 году. Она оказывает содействие не только в сохранении окружающей среды, но и в развитии приполярных территорий. Чтобы Арктика и дальше продолжала развиваться, необходимо большое внимание уделять образованию подрастающего поколения. С этой целью и был разработан проект «Дети Арктики. Дошкольное и школьное образование». Он сортовал в феврале 2017 года в США, в штате Аляска. Включён в план действий рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию на период 2017-2019 годов и впоследствии продлён на период председательства Исландии и Российской Федерации. Проект «Дети Арктики» поддерживают Россия, Канада и Финляндия. Проект во многом ориентировался на образовательные возможности и языковую сферу. И активное участие в реализации проекта принимали правительственные структуры, учреждения образования, от усилий которых во многом зависит эффективность решения задач в этой сфере. Из всех стран Арктического совета у России самые большие приполярные территории, где проживают множество коренных народов – Саамы, Ненцы, Эскимосы, Чукчи, Эвены и другие. У каждого народа свой традиционный уклад жизни, национальная культура и язык. Всё это необходимо сохранять из поколения в поколение. Мы живём в суровых арктических условиях, и таковы реалии Заполярья. И особенно важно в этих сложных климатических условиях уделять особое внимание детям, их образованию, их развитию. Именно поэтому круглый стол собрал специалистов из разных областей – от образования до оленеводства. Также были спикеры из зарубежных стран, входящих в Арктический совет. Из-за сложной эпидобстановки в мире некоторые участники присутствовали на конференции посредством видеоконференц-связи. Но всех их объединяло одно – желание сохранить язык и традиции народов Севера. Россия – это не только Москва и Владимирские церкви. Это ещё и бесконечная тундра, это ещё и студённые воды Ледовитого океана. Поэтому, конечно же, мы большое значение уделяем темам Арктики, арктических народов и жизни людей в Заполярье. Ненецкая культура – это то, что с детства знакомо каждому жителю нашего региона. Но, к сожалению, о Ненецком округе мало кто знает за его пределами. Очень часто Заполярный регион путают с соседними. Неправильная постановка ударения – вопросы, а это вообще в России, то, с чем сталкивались многие жители округа. Идея такая, чтобы предложить партнёрство по созданию книг для детей про детей Арктики, про местный быт, колорит, потому что мы все живём в одной стране, а получается, что наши дети не знают, что происходит в соседнем регионе. Мне кажется, это очень интересная тема, которая была бы интересна не только в одном регионе, но и для детей, допустим, в крупных городах, в других регионах. Особое внимание должно уделяться сохранению национальных языков. Так, на территории Ненецкого округа был разработан специальный учебник для учеников младших классов. Он уже поступил во многие сельские школы. Но учить языку важно не только в рамках образовательной программы. Мы проводим исследования по проблемам кочевых школ, по созданию речевой среды и по разработке учебников по родным языкам. Если нет речевой среды, естественно, если даже мы будем обучать их языку, изучать в школе в качестве предмета, то всё равно результата будет очень мало. Так идёт разработка учебника по ненецкой литературе для учеников 8-9 классов. И проект «Дети Арктики» даст возможность коренным народам Севера сохранить свои традиции, свой язык и свою культуру. Чтобы в будущем маленькие дети во всех странах Арктики знали, кто такие ненцы, саамы и другие северные народы. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа внесёт в Государственную Думу официальный отзыв на проект закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. С принятием этого закона нашему региону уже будет не нужно выстраивать договорные отношения с Ахангельской областью по исполнению государственных полномочий на своей территории. Законопроектом об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, который внесён в Государственную Думу, совершенствуются механизмы организации взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации. Также закрепляется, что наименование должности высшего должностного лица является глава с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации. В целях обеспечения стабильности системы публичной власти срок полномочий главы региона из законодательного органа субъекта Российской Федерации устанавливается в пять лет. Сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать пять лет. Законопроектам предусмотрено, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта Российской Федерации, независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. По аналогии с депутатами Государственной Думы и муниципальными депутатами предлагается механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте. В законопроекте отражены также принципиально важные для Ненинского автономного округа моменты, связанные с исполнением государственных полномочий на территории автономных округов. Если говорить о предыстории, то в 90-м году субъектам Российской Федерации было дано право на самоопределение, так скажем, это сложносоставные субъекты. Этим правом воспользовалась только Чукотка. Ну и после принятия Конституции в 93-м году Ненинский автономный округ вошел в состав Архангельской области, так называемый сложносоставной субъект или субъекты матрешки. Ну и, соответственно, в 94-м году мы были обязаны по закону Российской Федерации заключить договор о разграничении полномочий между Архангельской областью и Ненинским автономным округом. Напомним, Ненинский автономный округ входит в состав Архангельской области, являясь при этом полноценным субъектом Российской Федерации. В настоящее время округ выполняет государственные полномочия на своей территории вот уже 27 лет, в соответствии с договором, который подписывается главами Архангельской области и Ненинского автономного округа. Был в этой многолетней истории период, когда соседняя область не подписала договор с округом и взялась за исполнение госполномочий на нашей территории самостоятельно, что привело попросту к их неисполнению. Та поправка, которую предлагают законодатели, и то, как мы ее видим, полномочия в сложностных субъектах будут исполнять именно автономные округа. Соответственно, тут необходимо понимать, теперь мы будем не обязаны заключать договор, теперь мы будем вправе его заключать, то есть, если какие-то полномочия мы не сможем исполнять. Отразится ли принятие законопроекта об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации на доходах в окружном бюджете? После того, как будет принят этот закон, последуют поправки в бюджетный кодекс Российской Федерации, по которому на сегодняшний день у нас особый порядок зачисления налогов. Соответственно, часть налогов у нас уходит в Архангельскую область. Это то, о чем мы постоянно говорим, это более 7 миллиардов рублей, которые смогут остаться в бюджете неиско-автономного округа. Но я повторю, что это еще проект федерального закона. Есть в понятиях у нас небольшие сомнения. Мы в отзыве своем это отразили. Законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации будет рассмотрен в первом чтении в Государственной Думе 9 ноября. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Северный Арктический Федеральный Университет получил средства федерального гранта на проведение научного исследования по комплексной переработке северного оленя. Проект будет реализован в тесном взаимодействии с органами государственной власти Ненецкого автономного округа. Перспективы проекта и возможности его реализации на территории региона обсудили на оперативном совещании губернатора округа с руководителями органов власти Ненецкого автономного округа. Университет приступил к разработке проекта по комплексной переработке северного оленя, в частности итогом реализации которого будет являться готовое решение по созданию объекта по переработке именно шкуры оленя. То есть сроки очень сжатые, 31 января они уже должны выдать на гора, этот проект. В принципе в последующем можно привлекать инвестиции для реализации этого проекта. До окончания исследовательских работ трудно говорить о будущих объемах переработки, отметил представитель ведомства. В настоящее время шкуры северного оленя не используются в промышленном производстве, они идут на внутренние нужды оленеводов и членов их семей. В будущем, если проект окажется перспективным, оленеводческие хозяйства получат дополнительный источник доходов. Профильный департамент уже работает по этому вопросу с оленеводами округа. Мы как и поддерживаем леневодство, так и поддерживаем. И понимаем, что если есть какие-то дополнительные доходы у леневодов, то мы должны находить инвесторов, которые смогли бы перерабатывать не только мясо оленя, но и шкуры, может быть еще какие-то субпродукты. То есть ровно по этому пути мы идем. Администрация Заполярного района окажет сельским поселениям финансовую помощь в создании площадок для выгула собак. Обустроить места для выгула обязали глав 12 окружных сел, согласно судебным решениям, вынесенным по искам прокуратуры Ненецкого округа. Александра Литкова продолжит тему. Собаки на привязи в любом селе скорее исключение из правил. Чаще всего животные гуляют сами по себе. Владимир Рушников – один из немногих жителей Омы, питомцы которого ограничены в свободе передвижения. Собаки, по-моему, как бегали, так и будут бегать. Но я вот этого червого на ночь его отпускаю, а он утром приходит, я его ставлю на цепь. А та вот, которая вторая, та все время стоит на цепи. О том, чтобы в сельских поселениях домашних питомцев выгуливали на поводке и в специально отведенных местах, и говорить не приходится. От безответственного отношения хозяев, отпускающих собак на самовыгул, пострадать могут не только люди, но и сами животные. Ну, это плохо, конечно. Потому что некоторые бывают на машины кидаются, на людей бывают, на детей кидаются. Это тоже как бы некрасиво, что вот на привязи не держат. У меня тоже вон собака, конечно, недавно сбили на спеть на моих глазах, но у меня была наполовину глухая. Я как бы ее сторонила, чтобы многие знали, что она у нас такая. Но тут скорость превысили. Жалко бы, конечно, что делать. Такие случаи в окружных селах не редкость. Еще страшнее встретить на дороге стаю собак. А все потому, что культуры, содержания и воспитания домашних питомцев среди сельских жителей чаще всего нет. Я никому не говорил. А что говорить-то? Без толку. Я тоже не привязывал. Да и никто не привязывает. Покусывает. Так они крепко нас кусают. Вот у меня внучата небольшие сейчас. Вот жалко тех покусать. Возможно, немного изменить ситуацию с самовыгулом получится благодаря обустройству площадок для выгула и дрессировки собак в 12 окружных муниципалитетах. Сейчас как можно к хозяину предъявить претензии, если у него нет возможности их выгулить, потому что нет такой площадки. Поэтому он и скажет, что площадки нет, и собака убежала. Поэтому, если будут все условия для соблюдения закона у хозяина собаки, поэтому ему не будет возможности спрятаться от неисполнения требований. Поэтому это обязательно нужно сделать. Поэтому мы понимаем, что это же не просто требование закона. Это безопасность тех же самых детей, тех же самых стариков. Потому что чем собака больше, тем она дичее, она может кого-то покусать. Поэтому такого быть не должно. И поэтому все должны сделать то, что они должны сделать, и все будет прекрасно. Согласно решению суда, администрация Заполярного района направила главам рекомендации о внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования с целью уменьшения требований к обустройству площадок выгула и дрессировки собак. Прежние правила устарели. После того, как такие изменения в правила благоустройства будут сельскими поселениями внесены, администрация Заполярного района, из бюджета Заполярного района профинансирует обустройство этих площадок в сельских поселениях. И которые будут сделаны подрядчиками в рамках контрактов, которые сельское поселение заключат на выделенные деньги. И такие площадки появятся к сентябрю следующего года в сельских поселениях. Площадки для выгула и дрессировки должны быть оборудованы такими элементами благоустройства, как ограждения, скамьи, урны и другое. Но вот будут ли сами жители при наличии площадок в селах соблюдать требования закона? На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.